В конце августа полицейские подвели итоги летней оздоровительной кампании оперативно-профилактического мероприятия «Каникулы». Так, на территории города осуществляли деятельность девять детских оздоровительных лагерей. Несколько сотен цианских девчонок и мальчишек смогли отдохнуть и поправить свое здоровье. Закончилось лето и хотелось бы подвести некоторые итоги. У нас закончилась летняя оздоровительная кампания. Много саянских детишек у нас оздоровилось в летних оздоровительных лагерях. За каждым летним лагерем были закреплены сотрудники полиции, которые осуществляли как контроль, так и профилактическую разъяснительную работу. Хочется отметить, что летняя кампания прошла на достойном уровне. Никаких экстраординарных происшествий не зарегистрировано. В чем хочется отметить, конечно же, и успех сотрудников полиции. Правоохранители отметили, что в летний период после сдачи очередной сессии в Саянск приехало большое количество студентов. Сами подростки считают, что в нашем городе много красивых мест, где можно покататься на велосипеде или на роликах. Можно просто тусоваться или собираться представителям самых разных молодежных субкультур. В летний период наши студенты все возвратились домой, отдыхали в городе Саянске. Никого не секрет, что излюбленные местами отдыха наших подростков является как городской фонтан, так и парк Таёжные бульвары, либо места такие, как парк Комсомольский и иные. Ну, конечно, у нас подростки отдыхают шумно, веселятся, любят отдыхать множественными компаниями. Но таких явных фактов, нарушения порядка каких-то суперхулиганских действий там или иных, то есть не зарегистрировано. Конечно, есть единичные случаи, где были составлены административные протоколы, также были привлечены родители по комендантскому часу, но никаких экстраординарных происшествий не зарегистрировано. А вот одним из самых распространенных нарушений в летний период в городе по-прежнему остается нарушение тишины и покоя, особенно в ночное время. Регулярно в дежурную часть саянцы обращались с жалобами на соседей, которые после употребления горячительного устраивали музыкальные конкурсы, и на поврежденные автомобили, которые жильцы многоэтажек оставляют без присмотра на ночевку. Это нарушение тишины и покоя во дворах многоквартирных домов, это повреждение автомобилей, которые стоят круглосуточно на наших парковках, о чем я уже неоднократно говорила и призывала наших граждан ставить свои автомобили в гаражах либо на платных стоянках, дабы избежать данных происшествий. Также отмечается и появление граждан в нетрезвом виде на улицах. Но все-таки лето, все, наверное, хотят отдохнуть на природе и в итоге не рассчитывают свои силы. По всем случаям, конечно, выезжают сотрудники полиции, фиксируют данные факты, виновных привлекают к административной ответственности. Ну и в целом хотелось бы сказать все-таки еще раз обратиться к гражданам, что бы они, то есть сами беспокоились за свое имущество в части того, что все-таки свои автомобили, они должны стоять либо в гаражах, либо на охраняемых платных стоянках, дабы избежать всех этих негативных явлений. Ну и призвать все-таки как-то к ответственности граждан, быть более ответственны, чтобы избежать административных протоколов. Не осталось стороне одной из значимых событий в Саянске. Это проведение дня города, которому силовики готовятся заранее. И для поддержания порядка, как правило, в помощь полицейским приезжают сотрудники Росгвардии, спецподразделений из других городов областного центра. По охране общественного порядка, в которой были задействованы силы отдела города Саянска, сотрудники полиции, приданные силы Росгвардии и коллеги зимы нам помогали. То есть мы справились без привлечения сотрудников полиции города Иркутска, города Ангарска и иных подразделений. То есть праздник прошел также в штатном режиме. Несмотря на то, что на праздники было очень много количества народа, то есть приезжали и соседних городов, и деревень. Все прошло без нарушения охраны общественного порядка. Ну, были моменты, когда люди, конечно, перебрали со спиртными напитками, но сотрудники полиции в корректной форме, то есть беседовали с гражданами, которые реагировали довольно-таки понятливо на это все. Доставление каких-то ярых хулиганов в отдел полиции не фиксировалось. Также одним из ярких и ответственных моментов в работе саянских сотрудников отдела полиции стало участие в областном конкурсе «Лучший участковый». Следует отметить, что неоднократно местные стражи порядка становились не только призерами конкурса, но и победителями. Традиционно в июле стартовал конкурс на лучший сотрудник полиции, в том числе лучший участковый полномоченный полиции. Значит, наш отдел полиции представляет Ступин Михаил Анатольевич, участковый полномоченный капитан полиции. Ну, итоги сейчас, конечно, подводить рано. Они будут подведены традиционно к 10 ноября, то есть к празднику сотрудника органов внутренних дел. Но будем надеяться, что наш сотрудник все-таки войдет в десятку или в тройку призеров. В последнее время, по словам стражи правопорядка, саянцы стали больше доверять сотрудникам полиции. А это, считают, полицейские являются одним из важнейших критериев оценки работы правоохранителей. Хотелось бы обратиться к нашим жителям города Саянска, что если вы стали очевидцем какого-то преступления, правонарушения, либо в отношении вас совершаются таковые, пожалуйста, незамедлительно вы можете обратиться. Не будьте равнодушными, даже если вы где-то проходите и видите, что что-то случилось. Пожалуйста, обращайтесь в отдел полиции, консультируйтесь, обращайтесь к своему участковому. И отдаю слово, что ваш сигнал не останется без внимания, и мы проведем тщательное разбирательство по данному вопросу. Редактор субтитров А.Семкин